добрый вечер и видим и слышим андрей вы можем мы можем как прежде без имени отчества без проблем можно можем конечно единственное что я я я плохо тебя слышу хорошо очень хорошо отлично да дорогие друзья добрый вечер дорогие друзья добрый вечер андрей михалыч мы продолжаем нашу работу и мы рады тому что вот наши слушатели попросили нас в очередной раз устроить такую встречу с замечательным специалистом с андрей михалычем варвинским который недавно буквально сколько две-три недели назад прошел прошла ваша первая встреча и возникло уже много интересных вопросов и предложений и мы очень рады тому что медицинская образовательная платформа mid voice подхватила желание наших слушателей и вот это вылилось то что уже запланировано ровно через месяц андрей михалыч будет проводить очень интересный курс difficult airway advanced course продвинутый курс по трудным дыхательным путям и это будет целых пять дней вот такого замена таких замечательных встреч и будет очень много лекций не будем забегать вперед я я-то уже видел какие лекции нам прочтет андрей михалыч но я думаю что он поделится потом если будет время вместе с вами поэтому поэтому здесь могут участвовать разные специалисты и анестезиологи и ренематологи конечно и врачи интенсивисты я думаю что и врачи других смежных специальностей потому что сегодня проблема трудного дыхательного пути особенно связано с вот с этим на калиска с коронавирусной болезнью со всеми проблемами она последние полгода стала очень достаточно так скажем модным в кавычках в кавычках потому что то есть то есть эта проблема имеет большой интерес у специалистов не только анестезиологов реаниматологов врачей интенсивистов но и других потому что многие специалисты не наших специальностей видеть себя тоже как помощниками в различных серьезных ситуаций и мы у себя университете сейчас берем на свои плечи подготовки таких специалистов волонтеров в том числе но это отдельная тема мы может быть поговорим о ней отдельно и так андрей михалыч просим вас и вам слово большое спасибо за представление мне сегодня снова приятно быть с вами я сейчас с вами поделюсь своим экраном чтобы открыть презентацию ну и в общем то хочу вам сказать что так видите до презентации да видим но только не в раскрытом свернутом виде сейчас хорошо я раскрываю должна появиться она теперь вот теперь должно быть нормально да отлично это сообщение названо краткий обзор подходов аспектов и проблем ведения больных с трудными дыхательными путями и хочу сказать что это как теперь молодежь любит говорить тизер фактически вот этого курса который был объявлен на сентябрь который будет состоять из пяти дней в каждом из пяти дней будет как бы два сообщения примерно по 45 50 минут и у нас останется как у слушателей если вы захотите присоединиться к нам послушать останется примерно 10-15 минут после каждого сообщения для того чтобы задать какие-то вопросы может быть что-то обсудить может поделиться своим там немножко опытом поэтому вот сегодня как бы я хотел бы чтобы вы не ожидали что я буду глубоко очень подходить именно вот разбирать все подходы аспекты и проблемы потому что вы понимаете что за такой короткий срок мне абсолютно все такое короткое время мне абсолютно все подходы аспекты и проблемы ведения больных с дыхательными путями не осветить но вот хочу вам сказать что здесь сейчас на этом слайде вы видите фактически схему того курса который мы будем на котором мы с вами встретимся через месяц мы начнем с разбора анатомии дыхательных путей не волнуйтесь я не буду вас сильно утомлять буду именно расскажу о том что важно для анестезиолога реаниматолога в отличие например очередной лесового хирурга в анатомии дыхательных путей мы поговорим о методах оценки дыхательных путей и о прогнозировании трудной интубации трахеи существует очень много таких прогнозе прогнозирующих тестов мы поговорим затем для об устройстве для выполнения прямой лерингоскопии на картанных воздуховодов будет следующее сообщение снова поговорим о фиброоптической интубации трахеи затем перейдем к переднему доступу к дыхательным путям разные виды хоникотомии струйной вентиляции высокопоточного кислороде затем мы поговорим о тех рекомендациях которые но я буду основываться основываться в лекцию на рекомендациях общество по трудно дыхательных путей великобритании так называемый тасс и у них сейчас существует несколько рекомендаций у трудной интубации трахеи в анестезиологии у них есть отдельные кайдлайн мы называем протоколами потому что это все таки рекомендательные кайдлайнзы для интубации трахеи в интенсивной терапии а также в общем то относительно недавно вышли рекомендации при трудной интубации трахеи в акушерстве и закончим мы весь наш курс клиническими случаями из моей личной практики все те больные лично им давал наркоз или выполнял передний доступ или что-то еще вот давайте по этим вот заявленным как бы темам и пройдемся немного чтобы как бы дать вам почувствовать что вы на этом курсе через месяц можете услышать в принципе для нас как для анестезиологов всю анатомию трудных дыхательных путей вернее дыхательных путей можно разделить как бы на четыре секции это рот это нос глотка и гортань если мы начнем как бы немножко побольше разбирать то у нас есть но например глотка сама делится она еще как бы на три части носа глотка рота глотка и гортана глоткой там для нас есть определенные структуры которые нам интересны например к выполнению назальной интубации или фиброоптической интубации в носовой части дыхательных путей мы именно хотим пройти по нижнему самому проходу который ближе к перегородке носа которая считается наименее баскулилизированы поэтому там нас риск повреждения слизистых наименьшее но коснемся естественно той картины которую видит анестезиолог когда он выполняет лирингоскопию которая все для нас привычно однако и передняя часть например особенно горта не для нас очень важно поскольку если вы считаете что в вашей судьбе не произойдет такого случая когда вам придется выполнять кое-кадемию то скорее всего ошибаетесь мои среднем это случается с анестезиологом примерно два-три раза за всю его многолетнюю карьеру со мной уже два раза случилось но вот это вот действительно та картина которую видите но можно назвать вход в гортань да и здесь вот эти структуры которые вроде как мы все каждый день видим я расскажу вам о тех особенностях которые имеются в анатомии у разных людей и почему это важно анестезиолога и затем мы поговорим о принципах например прямой лирингоскопии хотя существует и много разных видов лирингоскопии также при обсуждении анатомии вам покажу не только как бы двухмерные картинки но и трехмерные картинки как это видно как вот эта часть анатомии видно при выполнении либо лирингоскопии если это возможно либо фиброаптической индубации трахеи что ты видишь конкретно вот в этих на этих вот участках вот например здесь мы смотрим на горта на глотку которая начинается от кочеком гортаника до примерно перстевидного креща которую на уровне c6 находится затем мы коснемся следующем уже сообщение о методах оценки дыхательных путей начиная с анамнеза затем затем общего осмотра затем мы поговорим о специфических предиктивных или прогностических тестах и о других разных обследованиях которых сейчас появилось множество ну в анамнезе что мы можем увидеть в анамнезе у нас например мы в нашей больнице такую сделали схему когда если у больного вдруг произошла трудная интубация там и специальную карточку такую ему ну размером примерно с кредит куда сворачивается и внутри там написано что произошло почему было с чем было с чем были трудности с вентиляции и с интубации или с тем и с другим да как мы с этим справились и больному и такому у такого больного ему дается в дается эта карточка он все время значит не ходит и когда вдруг он попадает в больницу он ту карточку представляет следующему анестезиологу и он силах видит что произошло также и та же информация так направляется его чипи на его условно говоря терапевту семейному врачу чтобы тот тоже знал что у этого больного есть такой в анамнезе можем это убить по истории болезни например поднять карту у нас сейчас карту пришли все электронные поэтому довольно легко это понимать при общем осмотре будет тоже очень много сразу можете увидеть у этого человека у него например микрогнотия на это сразу заметно у него так называемые зубы которые как бы внутрь растут тоже это сразу видно да ему например 8 лет а выглядит он на 15-летнего что это синдром морфана это сотос синдром да общий осмотр сразу вам как анестезиологу говорит о многом что у вас могут быть трудности при интубации специфические предыктивные тесты открытие рта да вот например здесь у этого подростка который теперь уже совсем не подросток открытием рта все в порядке то есть у него в рот вертикально вмещается три пальца то есть если вы сможете в рот ну естественно не свои пальцы а сам вам покажет что он может так сделать никаких проблем у вас как правило не будет у него достаточно большая ротовая пола чтобы туда поместился клинок вашего лирингоскопа да считается что если мне помещается меньше двух пальцев значит вы должны уже быть настороже в этом смысле да какие есть у нас предиктивные продукты прогностические тесты вы все слышали протест малом пати вы многие из вас слышали про тест тироментальной так называемой дистанции или тест потел потила потил его предложил первый также стерноментальная дистанция да вот манебрию стерни до кончика подбородка да его предложил некто сова достаточно часто забывается менон предложил тест атланта кальцибитального сочинения да то есть когда вы больного смотрите вы просите его чтобы он посмотрел на потолок таким образом вы сразу понимаете что разгибание головы у этого человека как минимум 90 градусов говорить малом пати мы все время каждый день с вами пользуемся но вот пожалуйста тот же самый подросток демонстрирует вам как легко от того что он стесняется или что-то у него малом пати один превращается в малом пати 2 то есть я говорю о том что это очень субъективный ему надо относиться конечно осторожнее только на его основании не принимать никаких решений начиная с девяносто первого года многие исследователи начали комбинировать разные тесты поняв что если мы скомбинировали несколько то у нас как бы значение их возрастет и вот фрек который один из авторов многих рекомендаций да сейчас он сейчас уже профессор тогда был молодой анестезиолог придумал такую вот классификацию когда он совместил терминентальную дистанцию и тест малом пати и у него и чувствительность и специфичность этого теста увеличились самое главное увеличилось так называемое позитивное прогностическое значение этого теста ну затем были классификации вильсона вильсон так называемый ско и так далее многие многие другие заполнительных тестов много-много лет мы пользовались рентгеном вы сами понимаете что на рентгене не так много увидишь с дыхательными плечами затем появилась компьютерная томография затем появился ядерный резонанс сейчас у нас есть и мы в нашей больнице широко пользуемся на зондоскопии а также очень интересная методика так называемый виртуальный или цифровой эндоскопии немножко этого коснемся в моем отделении вот тогда когда вышел на такой национальный у нас аудит вышел и в этом аудите 2011 году рекомендовалось чтобы у каждого отделения был свой назван доску и мы тогда поскольку мы много разных курсов проводим на этих курсах что-то зарабатываем а больница нам и хотела покупать на зондоскоп говоря что мы не лор хирургии нам это совсем не нужно мы приобрели его сами у фирмы олимпус вот этой фирмы которые вы видите здесь на слайде что его можно пользоваться и с внешним источником света или присоединить батарейку то есть такой на зондоскоп можно абсолютно куда угодно брать с собой да у нас больные таким образом могут осматриваться в палате в приемном отделе где угодно и вот я демонстрирую как раз на одном из своих коллег как это легко делается здесь на этот на зондоскоп надет такой стерильный специальный как такой рукав и на нем такая линза в конце немножко ухудшается как бы качество но тем не менее не надо стерилизовать они все одноразовые мы пользуемся такими вполне это нормально или толерируется даже больному сознанию а вот вот вы видите что они другой мой коллега на одном из наших курсов и сам себе выполняет такую на зондоскопию естественно вместо анестезии мы используем 5-процентный лидоконист с полпроцентным эмфрином и все это вполне нормально происходит вот я упомянул вам о виртуальной эндоскопии это очень интересный метод позволяющий как бы например при подозрении у этого конкретного человека и вы видите на снимочке здесь у него имеется опухоль да уже в ротоглотке да в ротоглотке с переходом на горта на глотку значит его взяли положили в сети скан и сделали серию снимков на серию как бы срезов на сети скан и затем эти срезы уже вот они вот уже в цифровом на 1 1 1 7 на 9 вы видите в цифровом виде и как бы реконструктировали то что мы увидим потом при выполнении или для рингис копии вот уже лингис копии выполняется или при выполнении певротической интубации да то есть дается нам как бы превью своеобразно что мы, возможно, увидим при выполнении. И тогда мы можем вообще вроде как на вертолете пролететь через эти дыхательные пути, даже маленький такой видеоклип из этого делается, и мы увидим сразу, действительно ли там критичное сужение уже воздухоносных путей, есть ли смысл нам вообще туда соваться со своим верингоскопом или с фибробронтоскопом, а нет ли смысла уже такому больному выполнять подместные анестезии передний доступ к хирургическому путем, к хирургическому картиокостомии. То есть огромное значение имеет этот способ в диагностике подходов к труднодыхательным путям. Теперь мы переходим уже плавно к лярингоскопии, то есть к следующему дню. И вот я начинаю с того, что вы все, наверное, помните, что у нас есть клинки. Клинки изначально разделялись на изогнутые клинки или клинки Макинтоша и прямые клинки, клинки Миллер. Когда я был молодым анестезиологом России, мы в основном пользовались клинками, ну прямыми клинками, мы их тогда не называли клинками Миллера, но это придумал Миллер. И техника, конечно, здесь немножко разная, и, наверное, мне не стоит вам объяснять, что при прямом клинке кончик заводится под гортаник, а при изогнутом клинке выше гортаников, так называемую ямку полекула, и затем смысл в том, что вроде как, если мы вверх начнем кинуть, то все остальные ткани за этим последуют. Хотя это не всегда так бывает, в разных ситуациях и клинок Миллера успех при прямом клинке несколько выше. Затем вот это чудесное изобретение клинок Макоя. Макои, когда его изобрел, был в тренинге, он был молодым анестезиологом, обучающимся, и он представил это на конкурс работ молодых анестезиологов. То есть он сделал вот такую ручку, при нажатии которой кончик клинка сгибается, и поднимая, опять же, он действует по принципу клинка Макинтоша, то есть над гортаником водится, но когда поднимается, то структуры поднимаются еще выше, то есть вид улучшается, то есть можно перевести из форма Клейхейн, например, 2B, 2A или из 3B, чтобы что-то увидеть, чтобы туда, по крайней мере, буш можно завести было. И фактически все остальные устройства так или иначе основаны на том, что они повторяют вот эту форму клинка Макоя, вот этого Макоя в его согнанном состоянии, и они просто начали называться там, называть их там D-Blade, D for Difficult, трудный как бы, да. И вот огромное количество разных фирм, Шторт стал выпускать свой клинок, как назвало его C-MAC Glidescope, да, вот на C-MAC здесь есть AWS Pentax, клинок, значит, Макоя, повторяют вот этот принцип, да. Хотя AWS и ATRA, вот они здесь на B и на H показаны, они так называемые клинки, или ремескопы, точнее, канального типа, да. То есть они имеют совершенно другой принцип в том смысле, да. То есть они не предполагают большого открытия рта и не предполагают вот этого маневра, как бы, или при поднимании надгортаника, да, или, значит, вот вверх тканей. То есть, например, у больного с фиксированной шеей, да, при, например, травме шеи, больной с травмой, да, когда у него накладывается вот этот вот шейник, да, такие клинки как раз очень и очень удобны, да. Практически у всех у них сейчас, так или иначе, появились экраны, да, или экран присоединен к самому клинку, как, например, вот на G показано. Это вариант клинка Макоя, сейчас они появились одноразовые, да, или вот здесь, или они, значит, кабелем присоединены к какому-то экрану. Чем это хорошо? Что не только человек, который выполняет саму видеоремископию, видит, что там происходит, да, но и вся команда, вся бригада видит, что происходит. Имеется ли у этого конкретного сезиолога какие-то трудности в выполнении видеоремископии. Ну вот, Глайнскоп, Ричард Купер его начал в Канаде использовать и опубликовал в 2005 году успех примерно 96,7%. И 35 из этих больных были с кормок лихрейм 3 и 4, то есть трудные были больные. Фирма Pentax и Такаши Асай, которого я имел радость встречаться с ним в Кардифе, когда он там делал свой PHD в 2009 году, он опубликовал... Уже серьезную работу с успехом 99,3%. И все больные практически у него были с известными уже трудными путями. То есть это не были обычные какие-то больные с нормальными дыхательными путями. У всех было либо кормок лихрейм 3, либо у 48 больных было кормок лихрейм 4. То есть и вот у всех этих больных фактически только двоих он не смог заинтубировать таким способом и предпочел какой-то, видимо, другой способ, какой я не помню. Перехожу я уже к надгортанным устройствам. И вот вы видите в 81 году вот этот прототип лирингиальной маски, которую Archibald Brain придумал. Она сейчас хранится в музее. И как вам здесь нетрудно понять, это фактически обрезанная орокрахеальная трубка, на которую он поместил детскую маску для вентиляции детей. Это как он сначала к этой идее начал приходить потихоньку. Затем он стал заливать парафин в рот, значит, кадаграм и вынимать этот парафин, чтобы понять, какая форма у верхних дыхательных путей. Сам Archibald Brain очень интересный человек. Он лингвист, он музыкант. На самом деле его основная, что называется, деятельность заключается именно в этом. Он себя считает больше вот таким, чем изобретателем лирингиальной маски. Невероятно интересный человек. Сейчас видите, сколько их появилось разных лирингиальных масок. И они сейчас уже делятся примерно на первое, второе, ну и третье поколение некоторые уделяют. Ну, точно договорились о первом и втором поколении. Первое поколение, а второе отличается тем, что у второго поколения, как, например, у маски типа ProSeal или маски типа LMA, нет, не Unique, здесь Supreme, здесь ее нет на этом снимке. Supreme имеется два просвета. Имеется два просвета, имеется антизакусывательное, как бы, такое устройство, чтобы больной, и там, спазмами, или, когда он, например, что называется, уровень анестезии у него низковат, чтобы он не закусывал, чтобы он не пережимал, да, своими зубами. Вот, затем появились так называемые Flexible лирингиальные маски, то есть они очень удобные при выполнении операций на ротовой полосе, на сословой полосе, для лор-хирургии, через муцевой хирургии. Появились интубационные лирингиальные маски. Сначала их называли ILMA, интубационная лирингиальная маска, потом стали называть ее FastTrack, они есть многоразовые, есть одноразовые. Ну, и затем, вот, кроме, как бы всем захотелось повторить успех, лирингиальные маски огромное количество других производителей начали использовать свои. И вот здесь на C представлена так называемая Orgain, которую производит компания InterSurgical, Cobra и много разных других. Но самым большим фактическим успехом из второго поколения пользуется такое устройство под названием iGel. Когда первый раз мы начали его пробовать, там лет 15 назад у нас был большой скепсис, но сейчас устройство это у нас находится в укладке абсолютно всех, так называемых, тележек, которые используются при остановке кровообращения. Они у нас на все, все парамедики у нас им используются. Она чем хороша, что у нее есть второй просвет, который на кончике, естественно, находится, чтобы туда можно было ввести тонкий катетер для поражения желудка. У нее есть антизакусывательная часть здесь, у нее нет манжетки, то есть они приспособлены по размеру для разных больных по принципу веса. То есть если не подходит для веса, то ты меняешь либо на больший, либо на меньший размер. И фактически всегда они очень хорошо работают. Очень популярное устройство. Вот это LMA ProSeal, про который я говорил, да, то есть она двухпросветная. И второй просвет, довольно широкий, используется для того, чтобы можно было ввести зонт в желудок и опорожнить зонт в желудок. Тоже эти два устройства второго поколения рекомендуются, даст для протокола при невозможности интубации брюхеи. Обычным традиционным способом с помощью лингоскопа, как второй этап, как план B. Ну мы об этом потом немножко поговорим. Перехожу я уже к фиброоптической интубации в сознании. Для него имеется огромное количество показаний. Здесь показаны больные с эпохолями, больные после химикорадиотерапии, больные с ожирением, больные с болезнью Бехтерева или с другими патологиями шейного отдела плевоношника, подчелюстные абсцессы, ангина Людвига, разные другие патологии, онкопатологии, конечно же. И в основном сейчас все виды бронхоскопов делятся на многоразовые. Часто основные производители теперь у нас фирма Шторц, фирма Олимпус, немножко еще осталась Пентакса. Ну вот они такие основные игроки на этом рынке. Ну и одноразовые, это, конечно, гениальное совершенно изобретение фирмы Амбук. И опять же они ко мне пришли с прототипом его, показать, что они планируют. И я дам им пару хороших советов. И это устройство теперь очень-очень популярно. Сначала он не имел канала для введения местных анестетик. Я сказал, что это просто не будет работать, никто не будет пользоваться. А также кончик его сгибался всего на 90 градусов, тогда как у многоразовых всегда на 120. И это тоже улучшили. И сначала они были очень дорогие, но сейчас уже вполне себе можно пользоваться. И опять же я говорю, что у нас это теперь стандарт в каждой тележке при трудной интубации трофеи. Какие нужны препараты? Вот они здесь, в принципе, на этом кадре перечислены. Для проведения фиброапрической интубации трофеи нужен лак-ликопиролат в идеале, да? То есть антисиологов, то есть препарат, который снижает секрецию, да? Нужны небольшие препараты для сегатации. Мы используем эгонфентанил и пропофол. Можно использовать и один, и другой. Можно использовать ни тот, ни другой. Можно вообще без сегатации использовать. Когда этих препаратов не было, я с успехом использовал эгонфентанил в определенных дозах. Этого мы можем коснуться на конкретной лекции, когда я буду об этом рассказывать. Такой вот старый, что называется, дедовский метод, который совершенно тоже прекрасно работает. Ну и местный эстетик я использую только лидокаин. Сначала 5% смеси с сериалинфрином для ноздри, а затем только 4% топикальный лидокаин. И вот это замечательное совершенно устройство, которое называется интубационный катетер Эйнтри. Эйнтри – это такой район, это как бы графство, в котором расположен Ливерпуль, Эйнтри. Поэтому они вот так его назвали, эти исследователи, которые его предложили. Это устройство, которое надевается на фибротронфоскоп и позволяет нам выполнять фибротическую интубацию через лирингиальную маску в случае трудной интубации трофеи под прямым контролем. То есть мы точно знаем, что мы не вслепую. Вот это мой самый главный принцип при введении трудных трофеи – ничего не надо делать вслепую. Не надо интубировать через нос вслепую. У вас есть сейчас огромное количество устройств, которые позволяют вам делать все под контролем глаза. Потому что когда вы делаете вслепую, вы не знаете, в какое место вы крепитесь довольно жесткими устройствами и какие повреждения вы можете нанести. Как раз один из случаев, который я буду рассказывать, именно заключался в том, что люди пытались выполнить вслепую кое-что. Перехожу к классификации устройств переднего доступа к дыхательным путям. Они могут разделяться на канюли малого диаметра, на канюли большого диаметра 4 мм и больше, а также на хирургические, трофеоэстомические трубки, которые, как правило, имеют размер 6 мм внутреннего диаметра. Это очень важно, что они, как и любая трубка интерхиальная, когда вы говорите о ее размере, имеется в виду внутренний диамет. То есть это имеет значение, например, при выполнении коникотомии с помощью скальпеля, бужа и трубки. То есть когда вы вводите трубку 6-го размера, то фактически ее наружный размер больше, чем 6 мм. Канюля Рауссина, вот это достаточно распространенная канюля, производится фирмой VBM. Она идет в разных размерах, длиной до 60 мм. И традиционно она использовалась с помощью их джет-вентиляторов. О чем мы тоже поговорим. Хорошая ли эта идея, используют джет-вентиляторы под давлением. А канюли большого размера, их существует очень много. Здесь на данном снимке представлен мелко, представлен квиктрак, представлен портекс, у которого совершенно чудесная была задумка. Но мы поговорим, почему эта задумка так или иначе не совсем работает. Ну и вот сейчас рекомендуемая методика при труднодыхательных путях плана D, то есть это четвертый этап при невозможности интубации трофеи и невозможности вентиляции, то есть невозможности оксигенации, как правило, хотя это сейчас уже подвергается сомнению, равняется невозможность вентиляции и невозможности оксигенации. Здесь показаны этапы выполнения переднего доступа с помощью скальпеля, бужа и трубки. То есть горизонтальный разрез, поворот скальпеля, острый его частью вниз и создание треугольного такого отверстия, затем введение бужа по кончику, по самому острию скальпеля и затем уже проведение трахельной трубки на буж и дальше уже в трахее. Ну вот этот вот VBM-мануджет, о котором я уже говорил, устройство, которое позволяет подавать кислород максимально под четырьмя атмосферами. То есть четыре атмосферы вы можете взорвать кого угодно, легкие какого угодно огромного животного. Для того, чтобы вентилировать человека, можно, как правило, меньше одной атмосферы и не нужно столько. То есть это устройство достаточно опасное. Им пользоваться можно только, если дыхательные пути открыты. То есть должен быть выдох. То есть вы нагнетете кислород через катетер с помощью такого устройства под давлением. А если у вас дыхательные пути частично абфрутированы и выдоха нет, то пневмоторакс не собирает. Ну вот здесь как раз... Упс. По-моему, я должен выйти отсюда, чтобы он сработал. Так. Ага. Вот здесь как раз на этом слайде показано, почему я использую всего 0,7 атмосферы, да, никакого абсолютно выдоха не происходит. То есть я здесь смимикрировал как бы полную обструкцию дыхательных путей. И что происходит с легкими? При каждом вдохе они все раздуваются и раздуваются и раздуваются. И неизбежно это придет к пневмотораксу. Ну, затем совершенно как бы понимая вот это, совершенно чудесный немецкий анестезиолог Дитрих Энг и забрал вот такое устройство под названием Дэнтрейн, которое использует в своем принципе, в своей конструкции принцип Бернули и эффект Вентури. Принцип Бернули говорит о том, что при сужении, при прохождении какой-то жидкости, а газы это тоже жидкости, они когда проходят при сужении, в этом сужении, если сделать отверстие, то там снижается энергия, да, и происходит создание отрицательного давления, то есть что-то забрасывается изнутри туда, да. И вот на этом, это уже называется эффект Вентури. И на этом эффекте Вентури основано огромное количество устройств в медицине. И маски Вентури, да, и, например, есть такое устройство, которое позволяет через маленькое отверстие отсасывать поврежденный диск межпозвоночный, люди таким пользуются. И вот это устройство Вентури, ну, Вентури, Вентури, да, название вы понимаете, именно этим же используется. То есть это единственное устройство, которое позволяет делать не только положительный вдох, но и выдох. Вот как оно работает. Сейчас на этом снимке вы увидите, у него есть два отверстия. Если мы оба отверстия зажимаем, то кислороду никуда не деться, кроме как через катетер и канюлю в легкие больного. Если мы отпускаем одну отверстие, моим большим пальцем я что-то сделал, то происходит активный выдох, да, за счет именно эффекта принципа Вернули, эффекта Вентури. Если я оба пальца отпускаю, происходит экспираторная пауза. То есть вот такое устройство у нас тоже оно есть, мы им пользуемся. Хотя почему-то у нас оно не получило такого развития, потому что все считают, что одно отверстие это слишком много, и на стихиолог в критической ситуации не может совпутаться. Мне вот это устройство очень нравилось, хотя в нашей больнице мы пошли по другому немножко пути и используемся вот таким устройством, которое называется Rapido2. У него очень большой просвет, и здесь как бы надежда на то, что при длительной как бы экспираторной паузе происходит пассивный выдох. И действительно, пассивный выдох, вот вы видите, что происходит медленно, но все-таки происходит. Там уже определенные рекомендации выработались о том, что первый вдох делается в течение 4 секунд, и потом мы ждем, а потом каждый последующий вдох мы всего делаем 2 секунды. За первый вдох мы вводим как бы около литра в легкие больного при газотоке 15 литров в минуту, а при, соответственно, 2 секундах пол-литра. И ждем, затем наблюдаем пассивный вдох, выполняя примерно 6-8 дыханий в минуту. То есть вот такие устройства для струйной вентиляции. Ну и, конечно, золотым стандартом сейчас считается вентилятор, я говорю уже о струйной вентиляции, через разные специальные катетеры. Это вот препарат, аппарат фирмы «Акутроник» под названием «Монсун», который позволяет доставлять через этот длинный катетер, не обязательно через него, и через токеальный катетер кислород, и не только кислород, но и в смеси уже с воздухом. То есть можно подавать разные смеси, то есть вы понимаете, что 100% кислород – это не всегда хорошо для больного. Если особенно выполняются операции, связанные с использованием лазера, то 100% кислород не нужен. А на этом аппарате можно нажать одну кнопку, и концентрация кислорода резко падает сразу до 30%, чтобы прекратить пожары в дыхательных путях. Но самое главное, что он предотвращает, это испыточное давление в дыхательных путях. То есть если оно возникает по какой-то причине, он отключает подачу дыхательной смеси, какую вы выбрали. И таким образом обеспечивает очень удобные, очень хорошие условия для выполнения операций, особенно в норме хирургии. Преимущество именно этой струйной вентиляции, высокочастотной струйной вентиляции, заключается в основном в хирургическом доступе. к верхним дыхательным путях при каких-то подобиях, при олимпах, при других новообразованиях, тогда интерферинг трубку либо невозможно провести, либо она будет мешать хирургу выполнить то, что он хочет сделать. Здесь как раз вам видно, что у меня находится катетер здесь в дыхательных путях, выполняется струйная вентиляция. Катетер не движется совершенно, то есть хирургу не мешает. И хирург вот выполнил, взял биопсию с помощью своих пациентов, специального упомяного с подозрением на опухоль биосовых связок. Переходим мы к устройствам высокого подачи кислорода, и традиционно в медицине использовался сухой кислород. То есть у нас из обычного устройства для подачи кислорода, который стоит, естественно, везде, в своих палатах, можно подать сухого кислорода 15 литров в минуту через конюлю. И если через маску это совершенно нормально, и больному комфортно, то если это подавать через назальную конюлю, что нам надо как анестезиологу во время индукции, чтобы у больного не произошла десекурация, это довольно болезненно, сухой кислород со скоростью 15 литров в минуту. Поэтому мы начинали с примерно 5, а потом, когда больного уже индукцию вводили, тогда уже увеличивали до 15 литров в минуту. Хотя мы, как бы все знаем, что инспираторная скорость потока, когда мы делаем глубокий ток, у нас достигает 35-35 литров в минуту. То есть если мы подаем 15 литров в минуту, то это все равно получается, когда мы продолжаем дышать спонтанно, у него подсасывается, соответственно, атмосферный воздух, и 100% листорок дать невозможно. Пока не изобрели вот это устройство, которое называется Optiflow, фирма FissionPaykel его выпускает, ну и другие сейчас стали уже тоже делать, которое позволяет доставлять кислород уже увлажненный, уже согретый, то есть делает фактически то, что делают наши дыхательные пути, верхние дыхательные пути. То есть вот наш нос предназначен, собственно, для этого, для того, чтобы согревать и увлажнять дыхаемый воздух. И он мимикрирует именно те же параметры. Здесь уже можно подавать его со скоростью до 70 литров в минуту, то есть вдвойне выше нашего эспираторного потока. И это устройство очень важно, позволяет нам делать огромное количество разных процедур. Вот это я здесь привожу вам данные первого исследования, которое опубликовал Анил Фотел, который работает в Лондоне в блок-клинике 25 больных с тридером, с ожирением. И они все у него были в полном апне до 65 минут. И ни один из них с использованием этого устройства не десантурировался, меньше 90%. Вот здесь как раз он установил важную очень вещь при вот этом способе, который называется Thrive по-английски, переводится в трансмазальный, увлажненный, быстро инсульфируемый, вентиляционный газообмен. Потому что при таком высоком потоке кислорода происходит не только оксигенация, но еще и вымывание углекислоты. Не полное, конечно, и через какое-то определенное время углекислота в артериальной крови все равно начинает нарастать. И, естественно, чем дольше окноя, тем дольше CO2 возрастает. Но это происходит в три раза медленнее, чем при традиционной окнойной оксигенации, опыты по которой проводились активно в 50-х, в 60-х годах. И сделан был вывод, что окнойная оксигенация не работает. А теперь при условии, при ситуации, когда возникли новые аппараты, мы понимаем, что она работает, но до определенного предела. То есть примерно до 60 минут можно больного с полным обыкновением выполнять пенгуртологические процедуры. Поговорим давайте немного о гайдлайнзах, о протоколах. Вот это первая гайдлайнз, о которой я буду рассказывать. То есть делится здесь план на четыре подраздела. План А – это вентиляция маской, и индубация трахеи, лирингоскопия. Если все прекрасно, значит, вы начинаете операцию. Если у вас не получилось, вы выполняете определенные шаги. Вот эти шаги здесь показаны. То есть вы начинаете использовать другие видеолирингоскопы. Рекомендуется видеолирингоскопия. Вы манипулируете наружными дыханиями, своей рукой или ассистентом помогает. Выполняет, например, так называемые birth маневры. То есть назад, выше и вправо. То есть выводя трахею в зону видения вашего лирингоскопа. Используете бужи, продолжаете поддерживать анестезию. И если у вас получилось, то получилось. Если не получилось, тогда вы переходите к плану B. То есть используете какое-то нангортанное устройство. Опять же, теперь рекомендуется использовать нангортанное устройство второго типа при трудной интубации. То есть iGel или LMA Supreme, потому что они позволяют нанетать больше положительного давления до 40 сантиметров в углу на столбах. Тоже здесь рекомендуется максимально при попытке. И если у вас удается больного интеллировать, тогда предполагается вам немножко остановиться и подумать, необходимо ли этому больному продолжать операцию, жизненно ли она важна. Не имеет ли смысл этого больного пробудить и выполнить ему операцию под другим видом анестезии, если это возможно. Не имеет ли смысл больного этого заинтубировать с помощью кинозромтископа и катетера, эдопационного катетера Эндрия, о котором я уже вам говорил, через вот эту нерегиальную маску или, например, можно выполнить как бы плановую, полуплановую, да, такой вот рахиастамию. Если у вас не получается, вы вынимаете снова диногортанное устройство и пытаетесь его вентилировать с помощью маски. Если у вас совсем не получается, тогда вы декларируете ситуацию, невозможно интубировать, невозможно оксигенировать, и переходите к крикотомии, коникотомии с помощью скальпеля, бужа и трубки. Затем мы полностью, это краткое очень описание того, о чем мы поговорим, я вам в самой лекции расскажу гораздо более подробно. Сейчас перехожу к интубации трофеи у критических больных, где и как бы интерес заключается в том, что они предлагают план B и план C как бы циркулировать, то есть возвращаться к рингеальной маске, к кресовой маске, к рингеальной маске, к кресовой маске. Также внизу говорят, что при наличии тренированного эксперта можно не только выполнять передний доступ с помощью скальпеля, бужа и эндорфиальной трубки, но также и с помощью устройств малого диаметра и использования вот этих вот джет-инфляционных устройств типа Intrainer, типа RapidO2, о которых я говорю в нашей клинике, мы как раз учимся пользоваться тем и другим способом. И разница заключается в чем? Почему специальные гайдландии для инфляционных больных издали? Потому что вроде как те же самые больные, да не те же. Основная разница это в том, что интенсивист никак не может отложить вот эту вот процедуру, как анестезиолог может отложить операцию, да? И интубация в отделении реанимационной терапии это обычно спасающая жизнь процедура. И летальность, опять же, по данным АСАИ 18-го года и гипоксия в 50-60 раз выше при интубации терапии у реанимационных больных, потому что очень быстро они десантрируются, у них все жизненные резервы на пределе. Также есть чек-лист, уже теперь это русское слово, поэтому я не боюсь его использовать. Предлагается в этих гайдлайнс, о которых мы подробно поговорим, в них предлагается использовать не что-нибудь, не депентал, не пропофол, а именно кетамин, препарат, который в нашем постсоветском пространстве очень хорошо знаком, и для многих как бы родной именно рокуроний, миорелаксант, поскольку мы можем нейтрализовать сейчас с угомодексом, и как бы либеральное использование инотропов, то есть вы уже готовы к тому, что давление скорее всего упадет, то есть вы или в шприце автоматии вы используете, или у вас во второй руке имеется другой шприц с метараминовым, например, с чем-то другим. У беременных тоже есть свои особенности, поэтому для них тоже имеются созданы определенные гайдлайнсы, у них слизистые баскоризированные, отечные, значит, у них есть риск высшее кровотечение, у них сниженный функциональный объем легких, соответственно, у них повышенные потребности кислородия, они быстрее десатурируются, прогестерон снижает тонус спинкера пищевода, соответственно, у них выше риск заброса желудочного содержима рефлюкса в пищевод, а соответственно, затем легкие упражнения желудка у них снижены, грудные железы не позволяют им анестезиологу нормально водить клинок обычный, для этого созданы специальные полиоклинки, о которых мы тоже поговорим, когда будем говорить о леолиндископии, ну и у нас, поскольку анестезиологи в основном выполняют теперь почти все, стараются выполнять под нейроаксиальной анестезией, спинальной, эпидуральной, опыт проведения общей анестезии у беременных, у многих очень небольшой, поэтому все этого очень боятся, зная риски, поэтому создан специальный немножко отличающийся алгоритм, который направлен на то, чтобы не допустить больше на предупреждение, чем на даже чтобы не дожидаться какой-то катастрофы, и уже только две попытки предлагаются, предлагаются лейлиндископии, уже на третьей попытке предлагается, чтобы опытный коллега подключался, и значит ретерируется как бы положение от того, что если вы не можете изминтубировать, то вы вводите дополнительное количество нейрелаксанта. Но также вот такая таблица там предлагается, в которой очень интересно рассказывается о разных факторах того, почему хирург-анестезиолог примут то или иное решение, решение в акушерстве какое, можно ли эту больную пробудить и нельзя ли сделать операцию под, например, тот же спинальной анестезией, то есть это касается и состояния матери, и состояния плода, и опытный анестезиолога и ожирение, и хирургические факторы, и риск аспирации, и так далее. И в зависимости от этого будет принято решение, то есть план, вот такая таблица, как принимать правильное решение там предлагается. Сейчас я заканчиваю и хочу вам перечислить те случаи, о которых мы поговорим, а не все, как я уже сказал, случаи из моей личной практики. Мы поговорим о комбинации, очень интересной комбинации синдрома Лемьера, краткое описание которого на этом слайде представлено, это сочетание тромбоза беремной вены с птицемией с очагами аноробной инфекцией, которые являются осложнением тазиологенного заглубочного абсцесса, а также с ангиной Людвига, которая, как правило, возникает у больных при патологии при инфицировании в области корня зуба и так далее. Так вот, у меня был такой больной, которая была и той, и другой. Вот как мы с ним справились, я вам подробно расскажу. Когда я еще был в тренинге, здесь находился очень давно, в 2001 году, я публиковал небольшое сообщение о синдроме сотуса, о котором я вообще никогда не слышал в тот момент, пока не увидел. В данном случае это мальчик, но у меня была девочка, которой было 6 лет, но выглядела на 15, то есть она была очень высокого роста, у нее были вот такие типичные, как я потом прочитав, понял, глаза немножко под наклоном, как у этого мальчишки, и широко очень расставленные глаза, это патагмонические признаки синдрома сотуса, умственная осталость у них имеется, диспропорциональное развитие тела. Нам, как анетезиологам, видно, интересно то, что показывает этот мальчик, кровоя рот, он показывает вот это вот такое аркообразное небо, то есть у него суженная ротовая полость, туда просто клинок и помещается. Вот мы поговорим о том, как мы справились с этим, с этой проблемой. Также мне удалось, посчастливилось в привычках дежурить тогда, когда наша местная команда принимала по регби, принимала, значит, какую-то какие-то гостей, и они, значит, очень интенсивно играли. Вот этот молодой парень поступил с травмой передней части шеи, когда ему кто-то или наступил, или локтем в шею попал, и вы здесь видите, насколько уже у него дыхательные пути отечны. Вот это у него просвет такой. Это, значит, замечательные наши хирурги, которые поместили его в КТ, и когда уже из КТ его достали, и он уже, у него появилась частичная обструкция дыхательных путей, и тогда они сообщили нам, что вот они срочно должны взять этого человека в операционную и как-то разобраться с его трудными дыхательными путями. Поговорим о том, как нам удалось с этим разобраться. Ну, и вот это совершенно замечательный снимок. Два пенсионера, это вот здесь, вы видите, это из местной газеты, бабушка и дедушка, на снимке бабушка, въехали, вот этот грузовик, который на снимке здесь показан, да, вечером, не видя его, а у него была задняя дверка как бы открыта, вот так, да, и вот эта задняя дверка, она проехала через переднее стекло этого автомобиля, разбила, да, и попала, дедушка успел увернуться, поскольку человек всегда это делает, когда он за рулем, он себя всегда последнюю секунду бережет, он объехал той частью, и сидел бабушек. Вот, и давайте посмотрим с вами, когда я вам расскажу о том, что и как мы с этой бабушкой сделали. мы поговорим о принципах ведения послеоперационного протечения, протечения в шею при, с последующей обструкции дыхательных и что нам делать в таких случаях. Это, опять же, из-за случаев жизни, у меня таких было несколько, к счастью или не к счастью, и один из них набрался в храбости и записал на видео, как это делается, и поэтому вам покажу, когда буду презентовать этот случай. Ну, и также мне посчастливилось помочь коллеге, который не смог заинтубировать больного с тяжелым ревнотноидным артритом, с полностью фактически фиксированной шеей, не смог его вентилировать с помощью маски, не смог ввести лирингиальную маску или какое-то другое наготанное устройство, и мне пришлось выполнять срочную коникотомию. Тоже здесь много интересных аспектов, почему это произошло и как я вам подробнее пытаюсь рассказать и почему я выбрал именно вот это устройство. А также у нас был случай вот так называемой осложненной интубации трофей. Не помню, сегодня все видео немножко гуляют. Да, если вы думаете, что осложненная интубация через нос была вот такая, как на этом видеослайде, я вам хотел показать вот это на самом деле сначала, вот на этом слайде я начинаю интубировать, а трубка у меня улетает. То это совсем не такое было осложнение. Все должно было пройти у тех моих коллег именно вот так, как сейчас я вам демонстрирую. Мы ввели на центральную трубочку, ввели рингоскоп, у нас прекрасная картинка, мы ее вводим, немножко у нас трудности, мы поворачиваем на 180 градусов. В нашей клинике это неформально называется маневр Варвинского, потому что я его придумал, этот маневр поворотом на центральной трубке на 180 градусов. Это всегда работает. У моих коллег произошло все не так. И все это могло закончиться достаточно драматично. Они меня позвали из дальней операционной, я туда прибежал с сломя голову и нам удалось больного спасти. И вот этим мы закончим наш недельный курс. И вам, думаю, будет интересно спросить меня, поговорить о вот этих клинических случаях. Большое спасибо. Спасибо большое, уважаемый Андрей, за очень интересные лекции, как всегда. Для меня они были настолько захватывающие, я столько для себя нового увидел, вроде бы 35-летняя практика практического врача-анестезиолога-анематолога, но некоторые девайсы я даже, собственно, и даже не читал, а некоторые вообще и не видел. Спасибо большое. Вы видите вопросы, которые есть? так, пока не вижу, а так, а так, а так, а так, чате они должны говорить, ага, да, вижу. Так, я вижу первый вопрос такой, а если опухоль щитовидной железы до 100-500 миллилитров в объеме, снимающая всю поверхность шеи, щитовидная будет на поверхности, смотрите, как рот открывается, теоретически подымется, зубонные трубки с сгибаемым кончиком, также стелец с сгибаемым кончиком. Тут я не совсем понимаю, в чем вопрос заключается. Видимо, в объеме, что ли, гематомы при опухоле щитовидной железы или что? Не совсем понимаю, что ли? Видимо, да. Пытается спросить. Да, ну, в общем, я вам как бы расскажу и покажу, как мы с этим справляемся. Но самый главный принцип, самый главный принцип при опухоли щитовидной железы, которая занимает всю поверхность шеи и, допустим, при этом невозможно использовать передний передний доступ, это выполнение, как правило, несмотря на размер опухоли, я видел и больше, чем 100-200 миллилитров в объеме, огромные опухоли, как правило, западной мере, они, конечно, редко встречаются, но, например, в африканских странах гигантские совершенно бывают опухоли. Как правило, поскольку они не поступают же в острой обструкции дыхательных путей, то есть, они как дышат, у них происходит что? Что у них происходит девиация трахеи или в одну или в другую сторону, и все равно их через нос февроптическим способом можно интубировать. Самое интересное у них начинается не перед операцией, а после операции, когда, поскольку у них уже патология такая зашедшая, у них развивается трахея эмаляция, то есть, вот эта вот трахея, ее просвет поддерживается именно самой структурой щитовидной железы, и вот когда щитовидную железу убирают, она на выдохе начинает спадаться. То есть, здесь самое главное на самом деле рассобраться, что сделать с больным после операции, и оценить вот этот уровень, получается, с падением на выдохе, и решить выполнять плановую трахеостомию после операции или не выполнять. Давайте я буду читать вопросы, чтобы вам удобнее было. Декс метамедин при интубации не упоминался вами. Ваше мнение, и еще в следующий вопрос, ваше мнение о трубке для экстренной интубации комбитюб, трахеопищеводная, двухпросветная трубка. Декс метамедин, первый вопрос, и второй комбитюб. Я теперь вижу вопросы, спасибо большое. Я вижу вопросы. Декс метамедин у меня, к сожалению, личного опыта нет, поэтому мне трудно говорить, потому что декс метамедин у нас зарегистрирован в нашей стране был по каким-то причинам гораздо позднее, чем во многих других европейских странах. Поэтому у нас он пока, к сожалению, не распространен. Я знаю, что очень многие любят его использовать и говорят, что это совершенно чудесный, замечательный препарат, но я комментировать как бы не берусь, поскольку личного опыта у меня совершенно нет, только по литературе это не будет вам интересным. А комбитюбка идея очень старая. Я много лет являюсь еще директором курса АЛС, и комбитюбка и в курсе АЛС, и в курсе АТЛС применяется очень давно. Если кто-то из вас когда-нибудь видел это устройство, устройство, на мой взгляд, устрашающее, поскольку это огромная совершенно труба, которая опять же вставляется вслепую, его надежда такая, что если ты не попал в один просвет, то подержишь в другой просвет, то ты там раздуешь, что называется, манжеты, и все у тебя будет хорошо. Она, наверное, хорошо подходит для ситуации военной медицины, полевой какой-то медицины, и еще такой принцип, таким принципом очень многие пользуются ветеринары, поскольку у них пациенты с разными дыхательными путинствами, они очень часто вслепой выполняют интубацию. Вот это устройство полностью противоречит всему, не только моему, но и принципу многих людей, которые занимаются проблемой трудных отельных путей, выполнение чего-то вслепую. То, что ты делаешь вслепую, ты наносишь, как правило, травму. Поэтому у меня к ней отношение, к сожалению, негативное. Дальше. Это же сколько кислорода, для назальной посокопоточной системы надо. Ну, как бы, кислорода много действительно надо, но, естественно, баллона не хватит. Такое кислородное, такое устройство подсоединяется, конечно, не к баллону, к разъему в стене, в который подается у нас, по крайней мере, кислород под давлением 4 атмосферы, а, соответственно, он берется из огромных таких вот кислородных танков, в которых жиженый кислород стоит, и у нас в каждой больнице минимальное необходимое количество кислорода должно в каждой больнице иметься на 14 дней. И оно все время пополняется, да, и я никогда не слышал с 25 лет работы ситуации, чтобы, как говорится, кончился кислород, да, поэтому мы давно перешли с баллонов на жиженый кислород, поэтому такой проблемы, к сожалению, нет. Дальше вопрос кетамин. Плохо подавляет гортанные рефлексы, нужна релаксация? Совершенно верно, абсолютно полностью с вами согласен, но кетамин ведь и не имея релаксант, он не используется для этого, да, весь смысл использования кетамина у реанимационных больных, у больных с травмой, да, у больных кровотечением, да, чтобы не снизить давление артериально, чтобы оно не упало, да, и на этом слайде, о котором я говорил, да, я упоминал, используется ракурония для релаксации, так что вы совершенно правы. Следующий вопрос. Вы используете интубацию бронхоскопом как часто, если используете при каких обстоятельствах? Интубацию бронхоскопом я, как бы, здесь в вопросе не детализировано, какой бронхоскоп имеется в виду, да, ригидный бронхоскоп или фибробронхоскоп, да, бронхоскопов существует много разов, да, ригидными бронхоскопами пользуются в основном хирурги, да, для своих целей, да, чтобы брать там пробы какие-то, да, и так далее. Естественно, анестезиологи, как правило, не владеют, не пользуются, и я тоже не владею, не пользуюсь, это чисто хирургическая процедура. Интубацию бронхоскопом я пользую каждый четверг. Каждый четверг я выполняю именно операции по поводу головы и шеи, сердцевые операции, и у меня, как правило, по крайней мере, один больной имеется, которому нужно его использовать, да, о показаниях мы немножко поговорили, да, в моей ситуации это, как правило, больные с раковыми новообразованиями или новыми, или после резекции и с рецидивами, или больные, у которых, например, успешно была выполнена резекция опухоли, затем они пришли с какой-то другой патологией, да, то есть у них опухолей уже давно нет, но поскольку у них была химиотерапия, радиотерапия, у них дыхательные пути изменены таким образом, что они либо рот могут плохо открывать, то есть прямая нормальная эндингоскопия им невозможна, да, тогда меня зовут, я тоже прихожу и делаю, ведь у нас не только я этим как бы владею, да, а и несколько других таких вот энтузиастов и людей, которые в основном делят со мной такой лист или занимаются анестезией и хирургией, это опять же рекомендации нашего национального аудита, чтобы в каждой больнице было такое определенное количество специалистов, которые владели всеми вот этими процедурами, в том числе фибротической интубацией дракеи. опять вопрос про комбитрубки, я уже на него ответил, при подчелюстной флегмоне шеи трудности в интубации очевидны, но и коникотомия затруднена из нарастающего отека, что можно сделать в такой ситуации, в такой ситуации действительно при подчелюстной флегмоне шеи или вот при ангине Людвига, как она у нас здесь называется есть огромное количество в литературе на интернете снимков где в учреждениях, где анестезиологи не владеют принципами использования в виде рейнгоскопии в сознании или в фибротической интубации выполнена была скорую руку или вообще как-то от отчаяния коникотомия. Коникотомия здесь не выход. Выход здесь в основном как правило либо фибротическая интубация, либо бидия в сознании, либо бидия лярингоскопия тоже в сознании. Это вообще очень интересная методика и мы на своем курсе даже делали, то есть у нас есть я тоже вам покажу уже в конкретной лекции видео, где ансезиологи сами себе выполняют канальным типом лярингоскопа трака видеолярингоскопию и смотрят на экране свои собственные дыхательные пути. То есть этот тракт замечательно коллинируется даже больными сознаниями, не говоря уже о том, что при выполнении результатов это вполне себе неплохо. Ваше мнение о ФРОВА и есть ли опыт использования до ФРОВА, AeroAway ФРОВА, этот самый проводник ФРОВА у нас есть, мы им пользуемся, чем хорош, что на нем есть боковое отверстие, то есть они считают, что через него можно эффективно вентилировать, я с этим не совсем согласен, насчет эффективности вентиляции через ФРОВА, то есть можно как-то немножко подавать кислород, если кто-то из вас когда-то пробовал вентилировать через ФРОВА, или мешком БУ, или через контур наркозного аппарата, то вы наверняка заметили, какое огромное давление надо выполнять, чтобы через него вентилировать. Самое главное в любом устройстве, которое вам помогает заинтубировать, должен быть изогнутый кончик, который можно вести под гортанник уже в трехею ФРОВА, в принципе, неплохо. У нас гамма-эластик БУШ такой называется, он хотя не полый, но поскольку мы сейчас при трудном михайлине активно пользуемся высокоподушным кислородом, то нам в общем-то с просветом и не нужен. Так, вопрос следующий. У нас еще есть время, Олег, да? Есть, 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 пожалуйста. Следующий вопрос это двухсторонний анкилоз височно-нижно-черезных суставов. У женщины рот открывается примерно на 7-8 миллиметров. Ургентная лапароскопическая операция. Допустимо ли использование ларингеальной маски? Да, эта патология довольно часто встречается и сама по себе. Есть такие больные, у которых височно-нижно-черезной сустав просто поражен без ревматоидного артрита, а у больных с ревматоидным артритом часто поражаются. У них действительно очень лимитированное открытие. 7-8 миллиметров это очень малое открытие, это примерно получается чуть ли не один палец. То есть вот здесь полное показание для либо срочной фиброптической интубации в сознании, потому что для региальной маски скорее всего вам вряд ли удастся ввести при таком открытии ротовом. Вы конечно можете рассчитывать на то, некоторые говорят так, что ай да все будет неплохо, мы вот введем индукцию, сделав выполненную индукцию, ведем мириалаксанты, она подрасслабится, рот подоткроется и вот значит у нас все будет хорошо. А если не подрасслабиться, а если не подраскроется, то есть вы должны собрать нормальный анамнез этого человека, как давно у него все это, скорее всего и не подрасслабиться и не подраскроется. И когда вы уже все это выполнили и вдруг вам не удастся вентилировать, то вы будете выглядеть не очень красиво. Поэтому позовите коллегу, который может выполнять гибротическую индукцию трохеи быстро. Эта процедура на самом деле при хороших руках выполняется очень быстро. Я выполнял и при кровоточащих дыхательных путях, и при полном желудке, и при чем угодно. Она ни на сколько не медленнее, чем обычная интубация трохеи. Возможно ли пневмоторакс при high-flow nasal oxygen страйк? Пока таких данных нет насчет пневмоторакса, потому что все-таки, хотя и поток довольно-таки высокий, все-таки это не закрытые дыхательные пути, когда мы заинтубировали кого-то и подаем в таком потоке сварок. Все-таки он не проникает глубоко, он фактически находится примерно до уровня дефрукации трахеи и немножко ниже, до второго деления бронз. Поэтому, по крайней мере, пока в литературе такого не описано. Наверное, теоретически возможно все, при желании пока нет. Какой фирмы в виде лирингоскоп посоветуйте, что включить преимендикацию и индукцию до начала в виде лирингоскопии? Какой в виде лирингоскоп? Ну, в виде лирингоскопов сейчас, как я уже вам показывал, просто какое-то огромнейшее количество. Мы пошли вот по какому пути. У нас в каждой операционной есть виде лирингоскоп канального типа, в данном случае мы используем тракт. Тракт чем хорош, что он стоит на такой базе, его основании, и все время заряжается. У него можно подсоединить камеру, например. А на вот эту базу одевается уже одноразовый клинок, который стоит очень дешево. 7-8 фунтов в наших условиях стоит. И мы меняем только для каждого больного вот этот клинок, который одевается. Он стоит в каждой операционной канального типа. А для видеорелинкоскопии на экранчике у нас используется Симак, фирма Шторц. Мы его очень любим, потому что, опять же, как я говорил, есть экран, который видят все. Но, помятуя о том, что иногда интубация трахеи происходит, у нас есть несколько операционных, которые длинны от основного блока, если там нужно, то хочется, имелось что-то, чтобы можно было взять быстро или послать кого-то, чтобы он взял и побежал туда и так далее. Мы еще инвестировали в лиринкоскоп МакГраф. Это я вам показывал такой маленький лиринкоскоп, на котором на ручке закреплен экранчик. И хотя видят только те, кто стоят на том же уровне, что и анестезиолог, он портативный, он очень очень хороший и он тоже недорогой, в отличие от многих других. То есть у нас есть три вида видеоринкоскопа. Не всегда у нас так было, я вас уверяю. Но если вы с чего-то хотите начать, то я советую МакГраф, потому что он его может переносить из операционной на операционную, например, когда мы тоже так делились, пока у нас не стало это практически становиться стандартом. Что включить в применикацию индукцию до начала видеоринкоскопии? Но если мы говорим о видеоринкоскопии после индукции, то она ничем не отличается от прямой обычной видеоринкоскопии, то есть включайте то, что вы обычно включаете. Если мы говорим о видеоринкоскопии в сознании, то это уже та же практическая процедура, которая выполняется при фибротической инкубации. Возможно ли все все же уйти на слепую на строкеальную инкубацию при термоингаляционной травме на госпитальном этапе, если нет аппаратуры для ФБС и видеоринкоскопа? Конечно возможно. Если у вас совсем ничего нет и речь идет о жизни больного, то там как говорится пропал, то надо использовать то, что имеется. Я все таки говорил в основном о госпитальном этапе. я исхожу из того понятия, что у нас на госпитальном этапе врачей нет вовсе. У нас парамедики едут на скорой. Им вообще сейчас запретили любую интубацию. Они используются в основном надгортанными воздуховодами этим айджелом. Поэтому да, конечно слепую можно. И я выполнял слепую один раз на поле интубацию. одна моя коллега под поездом выполняла слепую интубацию, когда человек бросился с пером. Что ж, бывает. Была ли в вашей практике ретроградная интубация вообще в отношении к этому методу? этот метод очень интересный. Он когда-то он был постребован, когда-то о нем много говорили, когда-то тоже как-то вроде говорили, что это вот такая жизненно сберегающая процедура, но все-таки это метод очень технически высокий, что называется. Выполнять его нужно в специализированных клиниках. у меня есть такой очень хороший коллега Майкл Кристинсон, который работает в Копенгагене в специализированном отделении по лорхе и голове и шее. И вот он выполняет такие процедуры у больных с обструкцией дыхательных путей, с опухолями и так далее. Вообще это очень непростая процедура, которая может пойти очень неправильная, если вы ее не делаете. Тут надо хорошую такую, как говорится, иметь подготовку к этому делу. Как провести интубацию трохии больному с функционной дилитационной трохиостомией в удаленном анамнезе в ургентной ситуации? То есть видимо имеется в виду, что у больного была когда-то в анамнезе выполнена функционная трохиостомия, например, в отделении реанимации или в срочной ситуации, а сейчас он поступает на какую-то другую плановую операцию, то есть в ургентной ситуации. Тут все как бы зависит от того, насколько ситуация ургентна. Если все-таки есть возможность хоть каким-то образом хоть что-то посмотреть, то лучше надо посмотреть. Как я уже говорил, в моем случае, что я сделаю в такой ситуации, я возьму вот этот назандоскоп, о котором я говорил, надену на него специальный рукав стерильный и, видя через ноздрю, посмотрю, что там происходит. И на самом деле, вы думаете, что вроде как у него ниже голосовых связок, должно быть, по идее, сужение, и я ничего не увижу этим назандоскопом, вы будете удивлены, как много вы можете увидеть. И, по крайней мере, вы можете оценить ситуацию в том смысле, что, скорее всего, у такого больного верхние дыхальные пути будут нормальные, и вы пойдете на леонгископию, на виде леонгископию, а дальше не сможете провести эндрохиальный троп, то есть ниже этого сужения. Вот эта диагностическая процедура на зондоскопии даст вам возможность понять, насколько сужен просвет рахеи ниже голосовых связок, вы увидите, попросите его большой глубокий вдох и так далее, и решите, что вам выбор, какое у вас будет ваше устройство, которое вы ведете, будет ли это микро-рингеальная трубка, будет ли это катетер для высокопоточной струйной вентиляции легких и так далее, либо настолько сужен просвет, что ничего сделать невозможно, когда заветелор хирургов, когда должен будет выполнить передний доступ. Пока больше вопросов не вижу. Андрей, у вас столько много интересных девайсов, что вам нет необходимости применять, допустим, аэртрак, который мы широко пользуемся в нашей практике, потому что из-за отсутствия вообще каких-либо других возможностей. как вы к этому метод вопросов? Хирург чудесное совершенно устройство, и вот испанский инвентор его, Педро, с которым я лично знаком, когда он начинал это все устройство использовать, и не очень как бы людям нравилось, мы встречались, и он сказал, используйте ли вы в своей, у нас в общем инуси детская, обычная, как говорится, областная больница, не возьметесь ли вы попробовать и не скажете ли нам свое мнение. Нам устройство это очень понравилось, мы его широко использовали, как я высказал, мы спрогрессировали от того, что оно у нас было одноразовое, каждый само по себе устройство, и у нас было их много, но они сейчас продаются по-моему у нас по 35 что ли фунтов, прогрессировали на то, что у нас они есть абсолютно в каждой операционной, и когда мы начали их просить других анастезиологов, которые никогда им не пользовались, и они не энтузиасты трудно-дыхательных путей, вот на, попробуй, сами по себе они опытные, но тем не менее никогда этим устройством не пользовались, человек брал и с первого раза интубировал, и это убедило абсолютно всех, что это устройство прекрасное, хорошо, как я уже говорил. Простое решение сложной ситуации. Совершенно верно. сейчас есть насадки для, допустим, девайса, допустим, твоего, да, и очень-очень легко моделируется, ну, в моей практике, наверное, случаи в 30 точно лет за 5 было, когда он меня выручал. я могу сказать, что нет, как говорится, пророк о своем отечестве, он меня иногда выручал, а иногда подводил, то есть не всегда он выручал на этом основании. Если есть, просто на что другое переключиться, конечно, а если нет? Да, иногда нет, ну, что, если что-то есть, это прекрасно, если, как говорится, он наверняка экономичнее, наверняка, он точно экономичнее всех, кто практически других остальных. Где-то 45 евро, по-моему, сейчас. Ну, вот, если я говорю, если вы спросите, я не знаю, кто у вас дистрибьютор, у них именно на вот это устройство, где... Испанцы, какая-то испанская компания. Да, вот если на основании его, как бы, которое стоит в зарядном устройстве, насаживается уже клинок, одноразовая, значит, вот такая вот оболочка, то это в три раза ценность упрощается. Ну, конечно. Хорошо. Спасибо большое. Очень много... Видите, сколько много интересных вопросов, поэтому мы должны понимать, что время немножечко расширять и закладывать больше. Мы очень благодарны, Андрей Михайлович, за вот эту возможность в очередной раз послушать вас. Мы очень благодарны за активность наших слушателей. вот я вижу столько много вопросов, Александр Никитин задал. Мы его хорошо знаем, он очень активный анестезиолог, фактически врач из Харькова. Мы рады, что он часто у нас бывает в Одессе. Мы все все-таки надеемся, Андрей, что когда-то в ближайшее время мы встретимся в Одессе, пробежимся вместе, послушаем твои лекции здесь, у нас. Я думаю, что оно будет живое общение, оно тоже будет не менее интересным, потому что ты, наконец, будешь в Одессе и будешь иметь возможность встретиться с нашим городом, с нашими специалистами и приедут много гостей. И я тоже на это надеюсь. В Одессе я не был с 85-го года, поэтому в ваш замечательный город, конечно, очень хочется приехать и пообщаться вживую, действительно, и пробежаться и так далее. Но вот ковид наш, к сожалению, нас много, много чего лишил в этом году. Ну, вы уже у себя победили ковид, а у нас еще все впереди в разгаре, так что может быть в следующем году обязательно увидимся. Часть у больных пока уже нет. Спасибо большое, медицинско-образовательной платформе Медвойс за очередную возможность пообщаться с уважаемым Андреем Михайловичем Варвинским и послушать замечательные лекции. Спасибо большое, Андрей, до будущих встреч. Спасибо, друзья. Всего доброго. До свидания. Спасибо за внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...